Ну, после такого обескураживающего начала смогли исправить положение, вытащить игру, но хотелось бы, конечно, добиться большего. Третий мяч очень бы не помешал, но не хватило. Причем также была обоюдоострая игла, и могли получить и мы третий мяч во втором тайме. И соперник очень качественно, игриво, я бы сказал, даже начал матч. И мы психологически к такому началу оказались не готовы в плане оборонительных действий, хотя предупреждали, что компенсационная манера игры, техническая оснащенность игроков Краснодара, быстро работают с мячом, около штрафной. Но вот потом смогли перебороть и переломить игру. А начало было, конечно, ужасным. Но давайте не забывать, мы не обращать внимания на название команды «Краснодар-2», просто посмотрите их выступления в календарных матчах, особенно на выезде. Они, по-моему, больше всех очков набрали на выезде. Конечно, не считаю ни в коем случае достижением эту ничью. Нет. Но соперник интересный, ребята играют в хороший футбол. И не знаю, как бы сложилась игра, если бы мы не сделали такие подарки в начале игры. Ну, у нас, к сожалению, сейчас такая ситуация, если говорить про нашу скамейку запасных, вы знаете, была дисквалификация Самодина и Гелаяна. До сих пор приглашенный игрок Андрей Иванов не может залечить свою травму. После одной травмы случилась совершенно другая, перелом плюсневой кости. И он сейчас только-только начинает работать с общей группой. И также травмирован Мельников. Поэтому мы испытывали определенные проблемы и сегодня получили игровое время. Другие ребята, им тоже надо играть. А что касается первой части вашего вопроса, конечно, спортивный принцип. И в прошлом году вы знаете, как закончился сезон, какие команды вылетели, какие остались. Выход не с первого места Краснодара 2. Это несколько искусственные вещи. Но с точки зрения развития футбола, молодых футболистов, доказательств целесообразности такого отношения к своей академии, как к Краснодаре, Ну разве эти ребята, эти команды не украшают, я имею в виду Спартак 2, Краснодар 2, Чертаново, да и Зенит 2, подождите. Разве они не украшают турнир? Просто неравны условия. Условия неравны, я с вами согласен. Эти академии, эти команды сначала прочистят, прошерстят всю Россию. Забирают к себе лучших, а потом, конечно, выступают в этом турнире. Ну такова реальность. Они выступали в молодежных первенствах, в премьер-лиге, это не так эффективно, как участие в ФНЛ. Здесь условий для роста этих игроков намного больше. Я очень переживал за эту тему, на тему зажатости команды. Ну, раскрепостить в той обстановке, которая сложилась за последнее время, наверное, очень сложно. Ребята тоже живые люди. Здесь надо было понимать, какая их будет реакция. Ну, вот, получилось так, что первые минуты команда действительно была, и ребята очень зажаты. Очень зажаты. И не менее, в ситуации, забили два мяча, были еще сильные подходы. Я не знаю, мне интересно ваше мнение. Я, конечно, переживал, мне, скажем так, такая игра в исполнении команд, когда пошли вот такие острые атаки, много ошибок при обострении. Не знаю, но, мне кажется, нерв был на поле, и трибуны дышали этой игрой. Качество, качество. Хотелось бы большего качества при тех же атакующих действиях, при обостряющих передачах. Креатива побольше, то есть, какой-то творческой работы. Но для того, чтобы она пошла на поле, команда должна быть не зажата, уверена и набирать очки. Поверьте, я не витаю в облаках и не обольщаюсь тем уровнем игры, тем содержанием игры, которое команда. Но я и сейчас команде сказал, что есть характер, вы во втором тайме смогли переломить игру, бились. Это отправная точка для дальнейшего развития команды, как коллектива и совершенствования игры. Когда в команде 26 футболистов, и команда практически новая, из них 15 новых, вы понимаете, для того, чтобы узнать людей, узнать их возможности, узнать их потенциал, нужно определенное время. Возможно, это делается даже ценой проб и ошибок. Но первые три тура мы сыграли удачно, как вы знаете, несмотря даже ничью со «Спартаком-2». И не было доказательств, что нужно было ту же линию обороны менять. Затем мы немножко буксанули, тот же Федор Первушин неудачно, я считаю, выступил в одной игре, когда мы его заменили после первого тайма. А эти молодые ребята из Самошников и Покидышев терпеливой работой завоевали право.